Сейчас наблюдается спад на фондовом рынке, и инструментом, который даст наверняка доход, являются облигации, поэтому продолжу про облигации. В прошлом видео я рассказал о том, что оферта это, ну просто надо, штука такая, которой надо опасаться, и все такие в ужасе были, вау, что же такое, это страшно, дело оферта, на самом деле оферта это абсолютно безобидная вещь, это просто изменение. Это в условиях облигаций, а вот, что действительно страшно, так это дефолт. Что это такое, как он происходит и почему, сейчас расскажу. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий, дефолт намного страшнее оферты. Оферта, меня уже там в комментариях спрашивали, говорят, ну как часто там, значит, как избежать там вообще, все сплошь там пользуются офертой. Это не так. Оферта это крайне редкая штука, используется, встречается, и крайне редко встречаются, скажем, субординированные и облигации, конвертируемые, о которых я еще буду рассказывать, поэтому оставайтесь на моем канале. Сейчас, пожалуйста, поставьте лайк и, значит, про дефолт. Итак, смотрите, что же такое дефолт. Облигация это вы даете деньги в долг компании, то есть вы выполняете роль банка. Вот самое страшное, когда должник не в состоянии отдать деньги. Вот, ну, просто вот срок приходит, да, что такое облигация? Там четко оговорены все условия, что та сторона, которая берет деньги в долг, обязуется, значит, что берет на себя обязательства, какие? Выплачивать регулярно купонный доход, а в конце срока погасить эту облигацию, то есть вернуть 100% от номинала. Как правило, если это не амортизируемая облигация. И вот тут начинаются проблемы. И если мы посмотрим на таблицу облигаций, то мы можем увидеть, там доходности самые разные. Мне говорили, доходность там по облигациям, что-то там 4-5%, это очень маленькая, там 6%. Можно найти 8, 9, 10, 15, а можно найти и 40% доходность по облигациям. И казалось бы, вот оно, значит, мы хотим взять такую облигацию. Но давайте вспомним, как определяется доходность облигаций. Это все купонные доходы, которые будут по ней выплачиваться, поделить на ее стоимость. То есть стоимость облигаций снижается. И мы можем взять ее там, ну, если это 40%, то там с каким-то дисконтом, там, скажем, 80% от номинала. То есть дешевле, чем номинал. А бывают облигации, которые можно взять совсем по дешевке, ну, а когда уже близкие к дефолту, там доходности зашкаливают за 1000%. Но почему? Потому что это безнадежные облигации. Итак, смотрите, когда доходность по облигации, вы видите, высокую, сильно выше, чем доходность от банковского депозита, это уже повод насторожиться, во-первых. А во-вторых, эта доходность увеличивается для тех компаний, у которых есть риски дефолта и облигации очень хорошо использовать как инструмент для оценки рисков. Вот в чем дело, понимаете? Вот, например, когда был такой банк, связь, связь банк, по-моему, назывался, а нет, связной. Вот, и там были очень выгодные условия для депозита, я положил туда депозит, и, в общем-то, пошли слухи, что у банка есть проблемы. И что я сделал? Я купил одну облигацию этого банка и постоянно видел доходность, как она росла. Вы знаете, эта облигация, а вложил я туда, там, что-то там, не помню уже сколько, но какая-то сумма была, которую жалко было потерять. А проценты по депозиту были очень хорошие, и банк был очень хороший, симпатичный банк такой был, очень дружелюбный. Вот, и я купил эту облигацию и смотрел. И я думал, что если доходность по ней вырастет до 40%, то кирдык моему вкладу. А до завершения депозита уже оставалось там что-то месяц. И, значит, эта доходность растет, растет, растет. И я уже начал волноваться, когда она, ну, там, по-моему, больше 20%. Сначала, когда я купил, она была 18%, потом что-то 20%, ну и так далее. И было, ну, страшновато уже, то есть я уже подумал, забрать, не забрать. Но, в общем-то, банк выполнил все обязательства по депозиту, значит, там, выплатил мне все проценты. Я забрал этот депозит, продал эту облигацию. Вот, ну, и банк накрылся, ну, месяца через 2 или 3 после того, как я его, ну, как бы закрылся мой депозит. То есть это можно использовать как инструмент. Так что же происходит, когда заемщик не в состоянии выплатить, ну, выполнить свои обязательства? В частности, по выплате купонного дохода. Смотрите, к моменту выплаты, там уже, ну, когда заемщик такой тепленький, вот, а доходность высокая, к моменту выплаты появляются публикации, что выплатит, не выплатит. И что в этих публикациях оценивается? В этих публикациях оценивается количество денег на счете у заемщика. То есть хватит ли у него свободных денег, хватит ли у него кассовых сборов и так далее, и так далее. То есть здесь уже оценивается, достаточно ли этих денег для выплаты купона. Кажется, что купон такой небольшой, да, потому что там сколько там, ну, 6 процентов. Ну, в те времена было еще, так сказать, вот там, что-то 12 процентов тогда была процентная ставка. Кажется, что это невысокий, небольшая сумма, там какие-то, ну, купон выплачивается два раза в год, то есть за полгода там, ну, не такая большая сумма. Но если умножить на количество облигаций, то сумма получается кругленько. И сейчас, какая же это была компания? Дом деньги, что ли, или быстро деньги какая-то такая. И там были облигации, доходность 40 процентов годовых. Но я ее не брал у нас в чате для людей, которые закончили курс биржи для чайников. Там девушка одна такая говорит, во, классная штука, значит, я тут нашла, ею можно спекулировать, там, доходность 40 процентов. И такие мы все, о, боже, Ольга, что ты делаешь? Она говорит, слушай, летает, так, значит, можно за 20 процентов от номинала ее купить и за 40 продать, там, в два раза подняться. Очень-очень сильно она рисковала. Мы ее, в общем-то, дружно отговаривали, потому что может быть дефолт. Так что же такое дефолт? Смотрите, дефолт – это когда на момент выплаты купона у компании не хватает денег, а эти деньги, в общем-то, должны прямо вот сразу все так и поступить. Вот, для расчетов с держателями облигаций. Этих денег не хватает, значит, компания не выплачивает. Что происходит в этом случае? В этом случае, значит, деньги люди не получают, и возникает ситуация технического дефолта. Это еще не полный пипец. Технический дефолт – это значит, что купон не поступил, но компании дается там какой-то срок, насколько я помню, то ли 14, то ли 20 дней для того, чтобы изыскать эти деньги и выплатить таки держателям облигаций. То есть сначала наступает технический дефолт, дается вот какой-то срок, и если в течение этого срока компания не выплачивает купон, то наступает ситуация, безусловно, просто вот срок подошел, денег нет, хренак все, обрубают, и эта ситуация называется дефолт. Что такое дефолт? Дефолт – это все, значит, руководство компании признается неплатежеспособным, компания признается неплатежеспособной, и автоматически, безусловно, абсолютно, значит, руководство компании отстраняется от управления компанией, и возбуждается дело о банкротстве компании, о передаче всех активов этой компании, кому? Тем, кому она должна. И здесь есть ситуация, смотрите, очень внимательно сейчас слушайте, потому что эта ситуация очень интересная, потому что есть очередность выплаты. То есть у компании есть долги, и, ну, раньше было на первом месте стояло налоговое, потом зарплата сотрудникам. Сейчас зарплата сотрудникам переместилась на первое место, то есть в первую очередь активы компании распродаются, и выплачивается зарплата сотрудникам компании. Во вторую очередь, по-моему, все-таки налоги. Вот, сейчас точно не могу сказать. То есть расчеты с бюджетом, с налогами. И в третью очередь идет, в третью очередь идут расчеты по облигациям. По облигациям. То есть гасятся вот эти вот расчеты по облигациям. Потом, значит, то, что остается, после того, как выплатили все по облигациям, идет на возмещение всяких исков от, сейчас скажу, как называется, от компании, которым она должна, то есть поставщиками, расчеты с поставщиками. То есть вот эта задолженность гасится, и если там что-то денег остается еще, из оставшихся, то на последнем самом месте идут выплаты акционерам. То есть владельцы акций, владельцы акций компании находятся на самом последнем месте в очереди на дележ компании. То есть акция – это доля в компании, но акционеры обязаны сначала рассчитаться вот в такой последовательности. Облигации стоят на привилегированном месте. Но на самом деле практика показывает, что все-таки не совсем так все получается. Конечно же, назначается конкурсный управляющий, начинает распродавать активы, значит, что-то оптимизировать, ведутся переговоры с поставщиками, значит, как там с ними договариваться. И, ну, зарплата выплачивается, безусловно, налоги, в общем-то, государство тоже забирает, все счета арестованы, естественно, там, так сказать, ну, как бы руководство не имеет доступа к счетам, но, как правило, в этот момент, значит, руководство компании к этому моменту сбегает куда-нибудь в Лондон вместе с деньгами, и денег там не остается ни на кого. Как правило, на облигации уже не остается никаких шансов. Была у нас такая, сейчас скажу, авиакомпания. Блин, крупнейшая. А я уже и забыл про нее, как она называлась. Крупнейшая авиакомпания, которая, в общем-то сказать, там была на грани банкротства. Что случилось? Ну, естественно, значит, зарплату какую-то еще сотрудникам выплачивали. Бюджет не помню, но банки поарестовали все-все-все самолеты у этой компании. Компания была должна, в первую очередь, по кредитам, хотя это должно быть после держателя облигаций, по кредитам компания была должна Сбербанку и ВТБ, и они, значит, дербанили эти самолеты со страшной силой. И компания угоняла эти самолеты в зарубежные аэропорты, и там они стояли на приколе. Ну, там, по-моему, это не сильно помогло. Вот. Долго никто не мог поверить, что такая компания может обанкротиться, но она обанкротилась, ее уже не существует. Напишите, пожалуйста, кто помнит, как это называлось, компания. Я уже не помню. Вот. Все маршруты от нее перешли к аэрофлоту. Вот. Вот такая штука. То есть, что я хочу сказать, что вот дефолт, во-первых, намного страшнее, во-вторых, чем оферта. И когда дефолт, то, в общем сказать, скорее всего, ничего не получается. Вот этого надо опасаться больше всего. Как следить за дефолтом? Ну, надо смотреть уже, значит, на доходность. Во-первых, не брать облигации с высокой доходностью, то есть, какую-то степень риска вы для себя откладываете. Кто-то может считать, что 12% годовых уже входит в зону риска, кто-то может считать, что, ну, скажем, 16-18% еще, так сказать, ну, как бы допустимо. Надо смотреть. Например, компания Мечел, у нее тоже была доходность, доходило там больше 20, по-моему, было в свое время. Но и компании выкручивали руки, заставляли там отказаться от каких-то активов. Но компания, в общем сказать, что делает? Она ведет переговоры с заемщиками, предлагает какие-то реструктуризацию кредитов, как-то договаривается о чем-то. И, ну, надо сказать, что Мечел при этом выжила. То есть, есть варианты и такие, и такие. Но здесь надо уже смотреть, как дело пойдет. То есть, компания может и не обанкротиться. Преддефолтное, когда состояние у компании, там уже ведутся переговоры, и вот тут, в результате этих переговоров, компания может пойти также на оферту. Но это уже будет вынуждена оферта, это результат переговоров. То есть, когда ведутся переговоры с компанией, компания говорит, ну, не по силу просто вот такой кредит. И она предлагает уже оферту, говорит там, ну, давайте мы выплатим вам там какую-то часть. Кто-то предлагает там 80% от номинала выплатить, кто-то предлагает там 50%, кто-то говорит, вот 20% и утритесь. Опять же, есть такой случай, я могу привести пример, ну, не совсем, так сказать, корректный, может быть, но Павел Дуров, когда владелец Телеграм, вы знаете, бывший владелец ВК, он уехал, эмигрировал, он пытался в Америке зарегистрировать новую криптовалюту ТОН. И он решил собирать уже, ну, как бы денег, там была предварительная продажа, значит, там как бы, ну, это типа IPO, то есть называется ICO у этих, ну, криптовалют, но это было предварительно просто сбор заявок, и он собрал там какое-то безумное количество миллиардов долларов, там, и Америка, ФРС не разрешила ему, то есть запретили и все, сказали, вот не зарегистрируешь ты ТОН свой, и все. И у него, так сказать, тоже были затраты, и он признал, просто нашел себе мужество, признал, сказал, что все, проект сворачивается, он будет, не будет реализован, и предложил, не помню, по-моему, 75% от тех денег, которые собрал, сказал, я могу вот эти деньги раздать, больше не смогу, вот. И, ну, какие-то переговоры были, но он раздал по 75%, то есть люди потеряли 25% от своих миллионов, там были квоты какие-то, это было, так сказать, со всего мира, люди, в том числе, Путин дал команду нашим олигархам выкупить эти деньги, и они на этом здорово потеряли. Вот такая штука дефолт, то есть сначала, смотрите, надо преддефолтное состояние, потом, значит, наступит, не наступит, технический дефолт, если технический дефолт наступил, бывают еще случаи, когда дефолт не происходит, ну, а если он происходит, тогда уже по результатам, ну, вот здесь вот уже, возможно, либо аферта, то есть, крупнейшие держатели облигаций соглашаются на эту аферту, а все миноритарии вынуждены просто пойти на это, просто их вынуждают, просто, и все, вот, ну, а если случился дефолт, то уже вот таким образом там, как правило, вообще говоря, ничего не остается от ваших денег, поэтому будьте внимательны, не гонитесь за высокой доходностью. Поставьте, пожалуйста, лайк, дальше я буду продолжать про конвертируемые облигации, это тоже есть опасность, и, ну, субординированные, это уже немножечко менее опасно, ну, тоже опасная штука. На сегодня все, с вами был Демитков Юрий, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok